Всем привет! Сегодня я приготовлю слоёное тесто. Слоёное тесто, в принципе, делать самому дома не так уж сложно. Процесс его приготовления простой, но занимает много времени. Зато выпечка из слоёного теста будет всегда хрупкая и очень лёгкая. Это тесто хорошо подходит как к сладкой выпечке, так и к солёной. Поэтому советую готовить слоёное тесто тем хозяюшкам, у которых есть терпение. И, конечно же, они любят готовить сами. И это им в удовольствие. В слоёное тесто я не добавляю ни яиц, ни сахара. Муку использую высшего сорта. Сегодня я приготовлю приблизительно 2,5 килограмма слоёного теста. 900 грамм масла разомну слегка миксером и смешаю с 200 граммами муки. Выкладываю массу на пергаментную бумагу. Заворачиваю со всех сторон формы прямоугольника. и разравниваю до одинаковой толщины. Отправляю в холодильник минимум на 20-30 минут. Тем временем приготовлю тесто. К килограмму просеянной муки добавляю 2 чайные ложечки соли, 100 грамм масла. Слегка разомну масло. Добавляю сок выжатого лимона и растираю до равномерной крошки. Добавляю 500 миллилитров холодной воды. Собираю тесто. Особенно тщательно его не вымешиваю. Оно не должно согреться от теплоты моих рук. Отправляю в холодное место на 20 минут. Присыпаю мукой рабочую поверхность. Затем раскатываю тесто так, чтобы получился слой в два раза шире и немного длиннее нашего куска с маслом. Масло выкладываю на середину раскатанного теста. Со всех сторон заворачиваю тесто до половины и соединяю шов. Таким образом масло окажется как будто в конвертике. Раскатываю конвертик аккуратно. Периодически присыпаю мукой до толщины приблизительно один сантиметр. По длине нашего теста на глаз делю его на три части. Две трети теста перегибаю пополам в одну сторону и одну треть перегибаю в другую сторону. Убираю лишнюю муку и складываю наше тесто опять в три слоя. Накрываю тесто пленкой и отправляю в холодильник на 30 минут. Охлажденное тесто опять сначала слегка прижимаю, а потом раскатываю и заворачиваю точно так же, как в прошлый раз. Накрываю тесто пленкой и отправляю в холодильник на полчаса. Через полчаса тесто опять раскатываю в последний раз. Накрываю тесто пленкой и отправляю в холодильник на 30 минут. Потом тесто раскатываю и оно уже готово к применению. Такое тесто советую всегда иметь в запасе, потому что из него можно очень быстро и удобно приготовить различную выпечку. Я готовлю слоеного теста всегда побольше, ведь времени уходит все равно одинаково. Из одной части что-нибудь испеку сразу, а остальные отправляю в морозилку до следующей выпечки. Готовьте с радостью, пеките с любовью, кушайте с удовольствием! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал!